Добрый вечер, глядите у гэтым выпуску. У рамках акции «Наши дети» у гомельским державным цирку прайшла областная доброчинная ёлка. Ельские кулинары отримали сребранный медаль на республиканском профессийном конкурсе. У регионе складены первые протоколы за незаконную рубку новогодних дрэв. И больше подробно об этом и не только. У рамках акции «Наши дети» у гомельским державным цирку прайшла областная доброчинная ёлка. Средо дамаль 1500 удельников, переможцы творчых конкурсов, дети с обмежеванными махчымастями, выхованцы шмадетных, малозабеспеченных и приёмных семьяв. С программой «Свята» ознайомилися наши корреспонденты. Тематичные гульнявые пляцовки, танцевальный калейдоскоп и караоке. На галунным новогоднем детяшем святе кожный повинен знайсти заняток по интересах. Те, як минимум, подзявиться шамусти цікавому. На кшталт человека-лямпачки. Усяго лямпачек на костюме коля 150. И человек, хоть и нагадывая перасованную ёлку, отчувая себе утульно. Люди реагируют довольно-таки интересно. Они такого ещё не видели. Это очень необычно для них, да, как бы. Обычно, если что-то свеется, это обычно какая-то статуя или что-нибудь такое статическое. А когда человек танцует в таком костюме, это очень необычно, очень нравится. У дельники головной областной ёлки – дети с обмежованными махчымастями, выхованцы шмадетных, малозабеспеченных и приёмных семьёв. Подчас акции «Наши дети», якая протягнется до 8-го студеня, у всех таких детей наведуюсь представники органов УЛАДы, предприемству и громадских организаций. Кабы казать допамогу и подтрымку. Кристина Павлова разом с двумя иншими детьми живе у приёмной семьи у Мазыры. Сестра, она немножко помладше, ей 7 лет, мне 8 лет. Меня зовут Павлова Кристина, а мою сестру зовут Ставицкая Марысин, моего брата Атамович Андрей. Я хожу в Алексе, я там занимаюсь, я там танцую, а моя сестра там танцует и поёт. Ещё одно подтверждение талиновитости наших детей – новогоднее представление зуделом навучшенцев у стану аддукации Гомельской области. Хоть стольки с певами и танцами справа не обмяжёвывается, у символичных конвертах адвушня ургиона проекты, які яны плануюсь реализовать на протягу наступного года. Брагинский район проставил программу супрасоннества городских и сельских школ. Гомельский пропонавал створение отрада по ахове бездомных живёл. Жлобинский – марафон школьных сродков массовой информации. Кармянский – допамогу ровесникам за обмяжаванными махчымастями. Хойницкий – просто рабить приемные дробязи для тых, кто побач. И во всех выпадках – это шлях до самого доскональвания. Наученец другой Калинковицкой средней школы Владислав Малашенко на властном опыте переконався. До этого необходимо мкнуться. Хлопчик – владельник диплома третьей ступени агульно-российской олимпиады по основах православной культуры. Я узнаю много нового. Мне нравится именно этот жанр направления, то, что я изучаю Бога, я изучаю историю даже. Это очень связано. Як кульминация свята, подведение выника областной акции «Усе дети – наши». Десять новученцев, злику дятей с обмяжаванными махчымастями, якие досягнули значных перемог у республиканских и областных конкурсах, отремливают подарунки от областного выканавшего комитета. Я не сдолили показать приклад іншим. У житті нема ничего недосягального. Олешин Чуров, Ольга Коновалова, Ёвген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Маленьких пацієнтаў офтальмологічного адзяленья областной спеціалізованной клинічной бальніцы сёння наведали актывісты Беларускага Саюза Жанчын, Червонага Крыжа і Гомельськага Медыцинскага Калецжа. Налячэнні сюды накіровываюць дятей з усёй в області. Зараз тут знаходзіцца 45 чалавек. Многі операнеслі хірургічныя умяшанні і ў новагоднію ночь застанутся ў бальніцы под наглядам урачоў. Кап створыць дятім святочный настрой, студэнты медыцинскага Калецжа подрыхтавалі спектаклі. Прадставніцы Беларускага Саюза Жанчын і Червонага Крыжа уручылі дятім салодкія падарункі. Мы очень благодарны Саюзу, что они всегда не обходят наше отделение вниманием, всегда помогают наустроить праздник, всегда радосно, весело. И это проходит всегда с такими концертами, что наши діти всегда их ждут, готовятся, сами праздник всегда делают, мы всегда их очень ждём і любим. Історія сяброўства бальніцы с громадскими організаціями і коледжам почалася більш як 10 гаду тому. Даречі на гэтым акція добрачынців не заканчуваецца. У их планах так само наведаць сподарунками яшы некалькі установу. Вы знаете, уже сложилась такая традиція, что мы в преддверии Нового года посещаем именно детские отделения, больниц, поедем обязательно в живицу, поедем в дом престарелых, чтобы, ну, как-то скрасить, поздравить людей. Возможно, дети с района, они не видят родителя. Может быть, і процесы здравліня будуть іти быстріе, если вот они получат такие емоції, подарки. І мы таким образом поможем им тоже исцеліться. Протягиваем выпуск. Натаріальні конторы Гомельской округи у святочные выходные меняють графік працы. У суботу 31-го Снежня установы будуть примать наведвальника у толькі до 15-ти годин. Другого студені у регіоні працаваць будуть усяго 5 натаріальних контор. По одной у центральными советским районах Гомеля і по одной у Мазыры, Речицы і Светлагорску. У новогодню ночь рестораны і кафе у Гомелі будуть працаваць до 6-ти годин раніцы. Што тычыцца крамаў, то до 7-го студеня режим их працы падоўжаны. Першого студеня аб'єкты громадскага гандлю будуть працаваць з 10-ти раніцы і до 6-ти вечара. Гэта не за кране, толькі круглосуточныя магазіны. Другого студеня усі гандлёвые аб'єкты павінны працаваць па звычайным графіку. Ежскія хлібапёкі атрымалі срэбраны медаль на республіканскім агляде якасті кондытарскіх вырабаў. Причым гэта не першая узнагорода, якоў адзначаецца працам ясцовых спеціалістав. Аліх Сенцеров познаёміўся сапраудными майстрамі. А в такій разностайністі продукцій на поліцах гаду 30-тому можна було тоді марыць. Правда, за минулый час змінився не тоді ассортамент, але і сам покупникство божь патрабувальним. Тепер ему хочешся, каб було не тоді шмат, але іще і корисно. Серебряна медаль республіканскаго агляду якості кондытарскіх вырабаў на хлібозаводі Єльського районного споживецкого товариства оценили не просто як перамогу, але і подтвердження правильности узятого на керунку. Сене на ринку хлібобулочных выробов конкуренція така високая, що притягнути покупниками на віта своєй продукцій вельміне просто. У Єльську выросили звернутися до старожитних рецептов, каб хліб був як у бабули, смачным і заховувся протяглый час. Происходит брожение, і за счет молочнокисних бактерій, які имеються в муке, происходит рост хлеба. І смесь хлеба у нас тільки натуральна. Нет никаких улучшителей і добавок. Єльський район на Гомщині напоєн один з нешматликів, де працюють одразу п'ять майстрів-поваров. І це найвішіша категория, коли чоловік може не просто нешто смачно проготувати, але навучить своєму майстерству інших. Причем двоє з гадих майстрів – яще і прізюры третьих международних кулинарних фестивалів. Тепер Людмила Рось і Татьяна Федюкевич постоянно розпроцюють нові страви, чим приємно з'являють гостей мясових кафе і ресторанам. Мясо-сюрприз – це свинина, запеченая в духовке с яблоками. Отбивається свинина, внутр фаршується яблоками, заворачується рулетиком, запекається в духовке. Свинину подаємо з яблочно-мятним соусом. Яблоко бланшуємо вместе з мятою, вбиваємо в блендері, формуємо на тарелці, подаємо. Татьяна Федюкевич, до речі, яще і член Республіканського експертного совета поваров, каже, що постоянно експериментують з продуктами, навіть коли я не здаваліся б зовсім не сумішальні. Тим більш, що недохопа навіть у також рані екзотичних для нас фруктах сьогодні нема. Часто гэта екзотика неадрянна сполучається за традиційною беларускай кухній. У выніку з'являються нові страви, які можна подспробувати тільки у ельцькім районі. І гэта уже місцовый бренд. Ми можемо рыбу подати з апельсином, з фруктами, потім мясо з яблоком, креветки з мясом. І потім смотрим, сочетається оно, це блюда, чи не сочетається. Вкусові качіства, конечно, щоб були. Олег Сентюров, Євген Макєйнка, телерадио компанія «Гомінь», Євський район. У регіоні складзіны перші протоколы за незаконну рубку новогодніх дреў. У Жлобінськім районі супрацівніки інспекції аховы живельного і рослинного свету затрымалі жіхара вёскі бабоўка. Мужчына, які працює вальщыкам лесу, нарыхтаваў до свята три сасны. Документаў на іх рубку ён не меў. Цяпер яму прыдзіцца компенсаваць нанесіну ў природзі шкоду і заплатіць немаленькі штраф ў памеры да 50 базовых велічынь. Як організаваць школьнікам цікавы, а галу наябяспечны адпачынак на зімовых канікулах. Прагыта сёня ішла размова пачас промога ефіру праграмы «Задай пытання уладзі» на радыў Гомель+. Гостім студы стаў намеснік старшыні комісіў па справах непаўналетніх гомельскага аблывы канкама Яуген Мэткевич. Новый год – клапотный час, аднаку ў перацвяточной Мэтусні дарослые ниў якім выпадку не павінны забываць пра сваіх дятей. Пачас зімовых канікулаў ў школьнікаў зяўляцца шмат вольнага часу. Галуна задача бацькоў і всіх суб'єктів профілактики – організаваць яго з максимальнаю карыстю і безпекаў. Как і обычно, традиціонно, разработан областной план «Новый год без правонарушыў», который предусматривает различный комплекс мероприятий, направленных на профілактику негативных явлений подростковой среде, ну а також на профілактику гибели дятей от внешних причин. Даным планом будут задействованы все суб'єкты профілактики, в том числе и подразделения отделов по чрезвычайным ситуациям, инспекции по делам несвешнолетних, освод, ну и, соответственно, суб'єкты профілактики, в частности, это учреждения образования, культуры и спорта. На зімовых каникулах во установах адукации Гомельской области будуть працвать больше, як 350 лагерів, спортывные и культурные мероприемства, гульни, экскурсии, наведывание театров и музеев. Формы и виды занятостей дятей самые розные, однако усеяны накерованы на тое, как притягнуть их до корыстной справы, творчасти и саморазвиття. Выники спортивного года подвели у Гомельским державным в училище Олимпийского резерву. ГТС-специализованная установа заусёды займае одну из лидирующих позиций Украине. Основная задача – подрихтовка спортивного резерву для национальных команд Республики Беларусь по 12 видах спорту. Выпускники и наученцы Гомельского училища Олимпийского резерву заусёды демонструють высокие выники на престижных споборництвах. Так, у Олимпийских гульнях 2016 года примали удел 12 выпускников установы. Сирот их – сребраный призёр Мария Мамашук и бронзовая Мария Литвинчук, Надея Лепяжко, Маргарита Махнева, Вольха Худенко, Джавид Гамзатау. Всё лето наученцы в училище становились призёрами и переможцами першинства в Европе и свете. По выникам спортивного года были отзначены лепшие тренеры установы. Гоноровые грамоты так само уручены наученцам, які сё лето досягнули поспехов на спортивных подмостках у вучобе альбо громадской дейности. Одна з основных задач на будущий год – надать большую увагу выховавчему моменту. Юные олимпийцы Гомельщины повинны быть прикладом для інших не только у спорте и в учобе, але и у дисциплине. У нас сегодня тренеры, к сожалению, понимание такое, что вот я спорт и всё, а уже вопросы там воспитательные, они как бы уходят на второй план по дисциплине. Поэтому, ну, это не так. Сегодня мы должны даже работать с тренерами, с учащимися, что если ты представитель училища Олимпийского резерва, ты представляешь нашу страну на международных соревнованиях. Поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы наши учащиеся были достойными гражданами нашей страны. До Нового года застаются леченые дни. Нешмат часу для тех, кто не поспел вызначиться с местом святкования. Сустреть 2017 год незвычайно и разом с тым запоминально пропануть разностайные забавляльные установы. Наш корреспондент Дмитрий Котау на пяре до Дни свята наведал агросядзибу у Будокошалевским районе и вызначил головные переваги от починка у сельской мясцовости. Сядзибу увёз циклиновица, готов разместить як семью, так и великую компанию. Местца хопить для 40 человек. Жилые домики побудованы з экологично чистых материалов. У них усе необходное для комфортного отпочинку. На территории сядзибы некольки банкетных залов, а так само твей русские бани. Однако главный фактор притягальности для туристов – природа. Мясцовые краевиды по-своему малявнейшие як летом, так и зимой. Я 15 лет назад попал на это озеро, посмотрел, я в него влюбился и вынашил мысль что-то здесь создать. Ну, пришло время, постарел, построил себе домик жить, а потом решил создать, чтобы люди видели эту красоту. Это, ну, какое-то своеобразие природы. Тут же озеро, запах воды этой, понимаете. Пригожусь с природы с кожным годом притягивая усю большую колькость туристов на Гомельщину. Однако текавость дать подшинку у агросадибах выкликана и по ширинам спектру послуг. Сиротная больше запотребованных, полеванья, рыбалка, экскурсии, махчимость поудельничать у святых и фестивалях. Очень приятно отметить проводимую работу, скажем так, создание, как бы, кластерной модели агротуризма. То есть, хозяева агроусадеб находят контакты с объектами историческими, культурного наследия, какими-то развлекательными объектами на территории, близлежащие к своей агросадьбе. То есть, на сегодняшний день хозяин агросадебы может предложить, скажем так, полный комплекс услуг по желанию туриста. Гостями агросадибов частей за все становятся жихары России. Однако география наведовольников поступово поширается. Отпадшивать у белорусскую вёску проезжают из Польши, Израиля и Кипра. Як правило, это уродженцы Беларуси, які доведалися про садибу, про интернет. Протягнуть туристов допомагает и так званая сарафанная радио. А яка повелишит их колькость, необходно больше активно заявлять про себе. Здесь очень замечательные места, но, к сожалению, мы о них не знаем. Не знаем, как рассказать, не знаем, как преподать. Поэтому, как-то вот, хотелось бы сделать акцент на более тщательном ведении вот этой маркетинговой политики. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». На гэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам самага добрага и до новых сустречу эфиры.